Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла к Тимофею, глава 4 стихи с 4 по 8 и 16 стих. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто непредосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Вникай в себя и в учения, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение Первого Послания Святого Апостола Павла к Тимофею. Сегодняшний отрывок начинается 4 стихом. В котором говорится о том, что всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно. Если взять широкий контекст, то здесь, конечно же, можно сказать о том, что Новый Завет и новые отношения человека и Бога перевернули прежние отношения, которые были и выстраивались в Ветхом Завете, и тем более в языческих религиях, в языческих верованиях с божествами. Там очень важно было понятие так называемой ритуальной чистоты, что сохранилось в иудаизме, что было распространено в язычестве, а именно, как пример, это ритуальная чистота, когда происходят похороны людей. В иудаизме нельзя было прикасаться к мертвому человеку, и те, кто занимались похоронами, те, кто погребали человека, те были ритуально нечистыми людьми, потому что они прикасались к мертвому телу. Этому есть свои богословские оправдания, действительно так было, и в Ветхом Завете это было отчасти справедливо, потому что таким образом показывалась вражда между человеком и грехом, между человеком и смертью. То есть человек выдавливал, максимально сопротивлялся смерти и ее пагубному жалу. А смерть – это проявление греха в человеке. То есть, как говорят святые отцы, наследие и результаты греха – это смертность, тленность и страстность. Соответственно, ветхозаветный человек, он это от себя отодвигал. И в языческой религии было то же самое. Там вообще не существовало как такового понимания о вечной жизни, и это мы можем увидеть в поэтических трудах, в высказываниях философов языческих, потому что как таковых богословов и пророков письменных в язычестве не наблюдается, за исключением каких-то отдельных документов, типа книги пророчицы Сивиллы. Соответственно, смерть – это табу, смерть – это не чистота, но мы видим, как это меняется в христианстве, потому что Христос побеждает смерть, и смерть уже не страшна христианину в том именно религиозном смысле, как она была страшна до этого. Смерть не оскверняет человека, поэтому сегодня мы все знаем, как происходят наши похороны, погребения мирских и тел, и не только мирских, и священнослужителей в том числе. Что мы делаем с покойниками? Мы их лапзаем, мы их целуем, мы к ним прикасаемся, все прощаются, и все имеют доступ к телу. Теперь тело не скверное, не оскверняющее результат греха, да, смерть, а теперь это сосуд и вместилище Святого Духа, теперь тело – это храм. Вот какую перемену предлагает нам Новый Завет, какая перемена в отношении. И в этом смысле, в 4 стих об этом и говорит, «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». И также в остальном было очень много различных ритуальных табу в ветхозаветном мире, в языческом мире, что в христианстве теперь не обязательно. И более узкий контекст, это сейчас мы в широком контексте поговорили, более узкий контекст нам дает предыдущие стихи. Вот второй и третий стих давайте прочитаем, четвертой главы. «Через лицемерие словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою». Итак, мы принимаем все то, что предлагает нам Бог. О чем здесь говорит апостол Павел? О том, что были некоторые лжеучителя, очевидно, это такой зарождающийся гностицизм, с его каким-то чрезмерным аскетизмом, граничащим с фанатизмом, и неким таким, если говорить в современном контексте, сектанством. Они были очень крайних взглядов и отрицали брак, как некую, опять же таки, скверну, отрицали отношения между мужчиной и женщиной, которые существуют в браке, и отрицали, очевидно, какую-то пищу, очевидно, мясную. Так вот, апостол Павел говорит, «Нет, мы должны с разумом подходить, тем более, что все нам предлагает Бог, а если Бог нам это предлагает, почему мы по своей гордости должны от этого отказываться?» Нет же, мы должны с благодарением принимать все это, и брачные отношения, как благословленные Господом, и в Ветхом, и в Новом Завете, и тем более мясную пищу, которая не оскверняет человека, если принимается с благодарением, через молитву и Слово Божие. То есть чтение Слова Божия, молитва, оно освещает все вокруг. Поэтому не нужно ничего бояться. Здесь апостол Павел выступает, как противник вот этого зарождающего гностицизма, который стремится поставить какие-то дополнительные преграды между Богом и человеком, выстроить некую систему рациональных табу, граничащих с фанатизмом. Против этого выступает апостол Павел и учит Тимофея выступать против этого. «Внушаяся братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся и упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Итак, здесь апостол Павел говорит о том, что нужно убегать суеверий различных, который рождает ум суетливый, ум опирающийся только лишь на чувства, различные сплетни. И здесь он говорит уходить от различных бабьих басен, отвращаться от них, то есть не верить им и не увлекаться ими, убегать этого суетливого ума и учить так других. И питаемый словами веры и добрым учением, которому он последовал, он должен, внушая братьям такое, должен быть добрым служителем Иисуса Христа. Далее он говорит «упражняй себя в благочестии, а не в телесных упражнениях, ибо благочестие, оно полезно и для тела, а телесные упражнения полезны только лишь для тела». Соответственно, вот здесь опять же таки, в этом видно уход от гностицизма, как делающего упор на особых аскетических правилах, которые влияют на тело, особых положениях тела, такой культ какой-то телесной аскезы. Соответственно, он говорит о том, что нужно всего в меру. И прежде всего, мы должны вставить во главу угла благочестия. Именно наш благой нрав, наша честность пред Богом и ближними влияет на нашу жизнь, а не то, насколько хорошо гнется наше тело. Но, конечно же, благочестие подразумевает и благочестивый образ жизни, который исключает пьянство, тайноидение и все, что с этим связано. И таким образом поддерживает нашу телесность тоже в определенном тонусе. Итак, 16 стих говорит нам, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, себя спасешь и слушающих тебя». Итак, будем и мы внимать словам апостола Павла, будем стараться следовать его наставления, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова